Электроснабжение в Луганске восстановлено Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий в свою очередь дал указание провести тщательное расследование по данному факту и обеспечить безопасность ключевых энергообъектов республики. 31 декабря около 18 часов в двух из четырех районов Луганска произошел сбой электропитания и передатчиков сотовой связи. Представители Луганской народной республики назвали случившийся инцидент диверсией. В частности, в Министерстве государственной безопасности ЛНР заявили, что не исключают возможность террористических действий с целью дестабилизировать ситуацию в городе накануне праздника. Один из новогодних законов украинского правительства устанавливает определенный ряд изменений к законам о регулировании вопроса пенсионного обеспечения граждан, которые вступили в силу 1 января этого года. Порядок пересчета пенсий, назначенных народными депутатами Украины, работникам прокуратуры, судьям, государственным служащим, будет определяться Кабинетом Министров Украины. Закон также предусматривает изменения порядка вычисления дополнительных пенсий за вред, причиненный здоровью, и минимального размера пенсий по инвалидности лицам, которые пострадали в результате чернобыльской катастрофы, компенсационной выплаты членам их семей и надбавки пенсий детям войны. Указанные выплаты назначаются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины. Также с нового года отменяются законодательные нормы относительно возможности назначения досрочных пенсий лицам, уволенных с работы не более чем за полтора года в связи с ликвидацией предприятия, организацией, сокращением штатов и по состоянию здоровья. К чему это приведет на самом деле, узнаем из дальнейших действий Кабмина Украины. Новое нападение на российских корреспондентов. Очередной вопиющий факт преследования на Украине представителей СМИ, осуществляющих свою профессиональную деятельность, проявление грубого нарушения, основополагающих принципов свободы слова и бездействия официальных украинских властей, самоустранившихся от обеспечения безопасности работы журналистов, прокомментировала вчерашний инцидент заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Нападение на корреспондента LifeNews Жанну Карпенко и оператора Александру Ульяненко было совершено сразу после того, как съемочная группа вышла в прямой эфир с целью освещения факельного шествия, которое 1 января прошло в Киеве и было посвящено 106-летию со дня рождения националиста Степана Бандеры. Камеру выключи. Я тебя сейчас ее разобью. Выключи. Напомню, что это не первый случай, когда журналисты телеканала LifeNews становятся жертвами нападения активистов в Киеве. Чуть больше месяца назад другую журналистку телеканала Евгению Замановскую избили в украинской столице перед концертом известной певицы Ани Лорак. Тогда в роли нападавших выступили не только футбольные ультраз, пытавшиеся сорвать концерт, но и местные журналисты. Министр культуры Украины Вячеслав Кириленко предложил, чтобы государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения прекратил передавать сигнал телеканалов, которые показывают пророссийских деятелей культуры. Популяризация российских исполнителей с выразительной антиукраинской позицией, осуществленной несколькими каналами, должна привести к решениям надсовета по телевидению и радиовещанию и правительству, написал министр на своей странице в Твиттере. Буду предлагать правительству решение о прекращении госконцерном РРТ передачи сигнала телеканалов, которые популяризируют путинских пропагандистов, заявил Кириленко. Виной всему скандал, который разгорелся из-за телеканала Интер, транслировавшему в новогоднюю ночь запись праздничной программы, в которой выступили в частности депутат Госдумы России певец Йосиф Кобзон, объявленный в Украине персоной нон-грата. В этой же программе звучали песни в исполнении других российских звезд, которые публично высказывались в поддержку граждан Новороссии – Валерии, Олега Газманова, Николая Баскова. Об этих и других новостях подробнее смотрите в вечернем выпуске новостей на телеканале Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok